Добрый день, дорогие друзья! Мы часто слышим, во всем виновата любовь. А разве это не так? Миллионы людей по всему миру, опьяненные этим чувством, совершают невероятные, а порой даже безумные поступки. О том, что два оксфордских студента Джек и Чарли знают об этом немало, нам повествует музыкальная комедия-фарс по пьесе Брэндона Томаса «Тетка Чарли». Я Чарли Уайков, оксфордский студент. В учебе не знаю ни один момент. Наука не лезет мне в мои мозги. По ночам пишу глупейшие стихи. Энни Спэтлэйк – это все она. От любви к ней я скажу с ума. От любви к ней я скажу с ума. Энни Спэтлэйк – это все она. Я Джек и Чарли, друг Чарли я. У меня с ним одна беда. Каждой девушке вижу, как болван, прекрасную, милую Китти Вэддон. Действие происходит в Оксфорде, в среде студентов, чьи пылкие чувства сдерживаются материальными интересами старшего поколения. Джек и Чарли влюблены в Энни и Китти, но опекун девушек не хочет давать им преданное, а полковник честный разорен. Вся надежда на богатую тетушку Чарли. Донну Люсию, которая должна приехать из Бразилии, где много-много диких обезьян. Однако тетушка-миллионерша задерживается. Вот-вот случится катастрофа. Что же будет? Мы узнаем, когда посмотрим спектакль. А где же тетя? А что ваша тетушка, мистер Уайком, она уже приехала? Если нет, то... Очень вкусно. То ведь мы не сможем здесь дольше оставаться, не так ли Энни? Да, это было бы неприлично. Неприлично. А спектакль поставлен театральной труппой Московского музыкального театра для детей и юношества на Басманной. Театр основан в 2001 году, заслуженный артисткой Российской Федерации, доцентом Российской Академии Театрального Искусства ученицей Бориса Покровского Жанной Тертерян. Театр задумывался как молодежный и по своему составу, и по репертуару. АПЛОДИСМЕНТЫ Позвольте вам представить Донна Люсия Дальвадорос, моя тетушка из Бразилии, мисс Пэтлэйк, мисс Пэтлэйк, мисс Пэтлэйк, мисс Веддан, мисс Веддан. Очень приятно. Хорошую же вы со мной сыграли шутку. Нечего сказать. Донна Люсия, мы немного опоздали, потому что хотели поднести вам эти цветы. Мне, я какая-то милая, что же мне с ними делать? Нюхать! В афише театра, наряду с мюзиклами и комическими операми, есть произведения русской и зарубежной классики. На московской сцене спектакли идут в сопровождении оркестра. В труппе, состоящей из 30 актеров, выпускники Российской академии театрального искусства, Щепкинского училища, Института современного искусства, Петербургской консерватории, Академии имени Гнесиных и Академии культуры. Да, Чарли! Здравствуйте! Тетя! 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 А я Китти! А я Энни! Очень приятно познакомиться. Это Джек. Простите нас за наш обман. Нам так стыдно. Ну ничего, ничего, я тоже повинна в обмане. За время своего существования театр стал инициатором первого в истории московского фестиваля, комической оперы. Был награжден дипломами престижных профессиональных фестивалей. Гастролям театра всегда сопутствуют аншлаги. Труппа театра продемонстрировала свое искусство как в России, так и далеко за ее пределами. спектакль «Тетка Чарли» поставлен на музыку Александра Бараева, сценическая редакция Павла Степанова. В этом спектакле есть все для того, чтобы сделать нас чуточку счастливей хотя бы на какие-то несколько часов. Невероятные обороты, смешные и задорные диалоги, музыкально-танцевальные сценки и все это в исполнении актеров московского музыкального театра на Басманной спектакле. Здравствуйте, я ваша тетя. 13 апреля, киноконцертный зал «Панорама», московский музыкальный театр на Басманной ждет вас, дорогие наши зрители. «Это любовь, просто любовь, это, может, она, пусть, слава, кроме того, сожжайте власть, сожжайте власть, сожжайте влюбовь, сожжайте влюбовь, любовь». Заходите на наш сайт, звоните по телефону, мы всегда рады слышать вас, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!